Всем большой привет! Сегодня я встречаюсь с, как мне кажется, очень интересной темой. Хотелось бы поднять тему билингвизма и трилингвизма. В нашей семье растет доченька, которой уже скоро будет два года. И в нашей семье мы разговариваем на трех языках. На русском, испанском и английском. Как так получилось, почему, как у нас происходит, я расскажу сегодня вам в этом видео. Да, наш опыт, конечно же, не очень большой, всего лишь два года. Но я максимально старалась к этому готовиться. Я понимала, что процесс будет нелегкий. Точнее, даже, я думаю, что самая нелегкая часть нам еще предстоит. Но все же хочется поделиться какими-то уже своими собственными наблюдениями. Может быть, кому-то пригодится. Как я уже сказала, Александре почти два года. И я могу уже заявить, что да, она использует слова на трех языках. Своим двум годам она достаточно хорошо уже разговаривает. На сегодняшний день у нее лидирующая позиция это русский язык. Чуть позже объясню, почему испанский затем идет. Ну и на третьем месте английский. Изначально мы выбрали позицию, тактику с мужем, что один родитель, один язык. Если кто не знаком с нашей семьей, объясню, почему мы разговариваем на трех языках. Я русская, я говорю на русском языке. Живем мы в США, в городе Нью-Йорке, поэтому на улице у нас разговаривают по-английски. И мой муж из Перу, он разговаривает, соответственно, по-испански. Безусловно, тот язык будет более сильный, с кем проводит ребенок большее количество времени. В нашем случае ребенок в основном проводит время со мной. То есть в основном он разговаривает на русском языке. Но все же семья мужа, они поддерживают свой язык, они достаточно часто встречаются здесь. И поэтому у него есть большая помощь, несмотря на то, что он, безусловно, проводит меньше времени с ребенком, так как он работает. И у меня и у мужа достаточно хорошие английские, но несмотря на это, все же мы приняли решение говорить, чтобы кто-то из нас разговаривал на родном языке. Нежели муж по-английски, тем более всегда и мне испанский нравился. Так вот, уже к рождению дочери мы дома разговаривали на испанском, поэтому, в принципе, Александра, наша дочь, не слышит практически английского языка. За исключением, если мы идем, например, на площадку, в магазин, если мы ходим на какие-то дополнительные занятия. В принципе, на сегодняшний день нас это вполне устраивает. Мы уверены, что Александра заговорит на английском. Я уверена, это так как я работаю здесь, в США, учительницей английского языка как иностранного, то есть я помогаю деткам, которые приехали в эту страну и нуждаются в реабилитации, что касается языка. Я им оказываю помощь, поэтому я уже на своем опыте вижу, что, в принципе, дети очень быстро схватывают. И, ну да, есть какой-то стрессовый момент, безусловно, но в целом ребятишки очень быстро схватывают. В будущем, я думаю, что гораздо важнее сохранить языки родителей, тем более, если вы не живете в стране, где этот язык в основном главный, да, где в основном он используется. Как я уже говорила, мы выбрали тактику один родитель, один язык. Объясню почему и почему мне очень нравится. Уже сейчас, к двум годам, Александра понимает, что мама и папа говорят по-разному. И это видно по ее какому-то, может быть, иногда есть замешательство некое, но все же тот момент, что мы разговариваем только на своих языках, ей очень помогает, чтобы она не запуталась. То есть, банальная ситуация, допустим, мы сидим за столом, кушаем, и Александра говорит мне, мама, дай мне хлеба, потом она разворачивается к папе, говорит, ммм, pan, да, хлеб по-испански. Она может сказать папе rico, вкусно, а потом мне развернуться и сказать, маме, вкусно. Безусловно, иногда бывают какие-то, особенно если она не знает какое-то слово, например, по-испански, но знает его по-русски, она все же пробует это слово с папой, показывает, что он как бы не понимает, пытается ей помочь, намекнуть. Если я нахожусь в комнате, я им подсказываю, а если нет, то они уж там разбираются сами, как могут. Это было очень интересно, мы были на пляже, было немножко прохладно, и мы сидели все вместе втроем, я говорю, Александре, Александра, тебе холодно? Она думает пока, и муж тоже говорит по-русски, холодно? И она смотрит на папу и в недоумении, почему он говорит вот на том языке, на котором говорит мама обычно, и она papi frio, папа холодно, то есть что значит по-испански? То есть она недоумевает, почему папа использует это слово, то есть для нее образ мамы, образ папы уже имеет разграничение также на языке. Я слышала, очень интересная есть тактика, как разграничивать эти языки, если вы изначально этого не делали. Когда американский, точнее, американо-русский ребенок миксовал в предложениях полностью, делал полный микс грамматики слов и всего-всего возможного, русского и английского, что сделали родители? Родители одели, у ребенка было два браслета, допустим, красный и синий. Когда ребенок должен был разговаривать по-русски, то ему одевали красный браслет, например, только дома мама, и мы разговариваем только по-русски, тогда у ребенка красный браслет. Когда приходил домой папа, они одевали синий браслет, красный, соответственно, снимали, тогда ребенок переключался, понимал, что сейчас мы говорим только на испанском. То есть, нужно какой-то образ ребенку, если это родители изначально не создали, тогда, например, в виде браслетов тоже будет очень полезно для ребенка. И да, это, конечно же, не случится в единочате, ребенок не поймет, что вот сейчас я на английском. Они вообще слабо понимают, на чем они разговаривают, просто это интуитивно идет у них. Честно сказать, я не очень отношусь к моменту, когда родители разговаривают на неродном языке с ребенком. Я знаю, что это во многом, во многих ситуациях гораздо проще. Я сама это чувствую, безусловно, это проще, я расскажу немножко попозже почему. Но почему я не приветствую, потому что вы потом, я думаю, что об этом пожалеете. Потому что ты сейчас, когда он еще маленький, говорит несколько слов, а потом, когда это будет, например, уже подростковый период, когда вам хочется пообщаться, тем более бывают такие тонкие какие-нибудь проблемы, когда вашего языка даже может быть очень хорошим, но его не будет достаточно для того, чтобы очень тонко подойти к какой-то ситуации. Тогда эта нить, как мне кажется, уже между ребенком и родителем будет нарушена. Но, безусловно, я считаю, что здесь зависит от родителей. Если вам, в принципе, вы не дорожите языком, ну, тогда будь что будет, и вам решать, что делать. Или если родитель настойчиво будет разговаривать на своем языке, если он будет объяснять ребенку, что это здорово, что ты разговариваешь на нескольких, и представляешь, что это наш секретный с тобой язык, да, ну, уже попозже, безусловно, два года, я еще не могу это Александре рассказать, но я уже начинаю думать, как я ей буду объяснять, когда, знаете, возраст, когда дети не хотят выделяться из толпы, они хотят быть как все, да, то есть такой ранний подростковый период, ну, и вообще, в принципе, подростковый. А как мы уже будем... Я уже начинаю думать, как я буду объяснять Александре, как здорово, что у нас есть свой секретный язык, что она уникальная, что она особенная девочка, потому что она умеет разговаривать на многих языках, и что всем бы так хотелось, но не все так умеют. Ну, в общем, я уже начинаю придумывать, как бы я это ей объяснила. И мне очень сильно хотелось бы, чтобы так же разговаривал Александра и на испанском, но здесь, безусловно, я ничем не могу помочь, это только мой муж может позаботиться, его семья об этом, ну, и моя семья тоже, но я имею в виду, что семья с его стороны. И, конечно же, язык папы в нашем случае, он стоит, так скажем, в более слабой позиции, нежели русский, потому что папа просто проводит меньше времени, и меньше ситуации прожито. Чтобы язык имел одинаковое развитие, нужно... Это вообще невозможно, чтобы языки все были одинаковы, потому что мы проживаем... Язык — это жизнь. Ты проживаешь жизнь, ты проживаешь ситуацию, и невозможно, чтобы ты прожил одну и ту же ситуацию на... Одни и те же ситуации на разных языках. Допустим, что касается в нашей семье, я уже вижу, что касается футбола, да, вот к примеру, то Александр это знает все по-испански, потому что папа с ней играет в футбол, он смотрит футбол, он кричит «гол», он ей кричит «пинай», «беги мяч». В общем, эта ситуация у Александра уже как бы закостенела на сегодняшний день на испанское. Что касается, например, на кухонных приборов или что касается готовки, да, потому что мы проводим очень много времени с Александрой, она вместе со мной готовит, я ей рассказываю, какие продукты, как они называются, то она, возможно, в этом... Она больше на русский у нее. То есть вы понимаете, какую ситуацию проживаешь, тот язык у тебя изначально откладывается. Что очень здорово, что мне нравится, что у ребенка уже в ее очень маленьком возрасте, еще и нет двух лет, она использует большое количество синонимов. Она понимает, что одно и то же слово, одно и тот же предмет может выражаться разными словами. Она еще, конечно, не совсем, чтобы понимать, что это разные языки, но она пробует. То есть она ко мне подходит, если я что-то не могу понять, она пытается это перефразировать. И мне кажется, это очень здорово, это уже очень развивающе для ребенка. Также хотелось бы сказать, что несмотря на то, что Александр разговаривает на трех языках, я не могу сказать, что это как-то влияет на быстроту развития ее речи. Мне кажется, что когда говорят, что билингвы дети начинают говорить позже, то это в какой-то мере отговорки. Они не то, что начинают говорить позже, они должны начинать, как и все дети. Ну как, не должны. Безусловно, индивидуальные особенности есть у каждого, но я говорю в целом. То есть если вашему ребенку 4 года и он абсолютно не говорит, то есть тут не думаю, что дело в билингвизме, видимо, в каких-то индивидуальных особенностях. Очень интересная книга, которую я бы хотела порекомендовать вам прочитать. Сразу скажу, про билингвизм есть огромное количество книг, даже не буду никакие рекомендовать, в принципе, вы можете все что год найти. Но вот про триллингвизм мне было очень сложно что-то найти. Единственная книга, которую я нашла более или менее интересная и познавательная, это книга, которая называется «Наши трехязычные дети». Написана она автор Елена Маден. Она русская, живет в Германии, а муж у нее американец, по-моему, если я не ошибаюсь. У них двое детей, двойняшки. Двойняшки, по-моему, не были. Ну, точно не помню. Помню, что это был мальчик и девочка. И, в общем, она вела дневник о том, как у них развивается речь. Именно там она говорит о том, что билингвизм, триллингвизм, это не значит, что ваши дети поздно заговорят. Да, возможно, вокабуляр будет меньше на языке, но то, что они должны говорить примерно там, ну, к двум годам уже ребенок как-то должен что-то там выражать свои желания, да, может быть, кто-то словами. Нам повезло, Александр говорит уже предложениями. Также хотелось бы вам рассказать, а думаю, многим интересно, как происходит наше общение, когда мы находимся втроем или нас больше человек, кто-то приезжает, семья, друзья, которые говорят только на нескольких языках. Например, если мы идем с Александрой на площадку, то я продолжаю, безусловно, с ней разговаривать только по-русски. И если только мы находимся в присутствии человека, там, мамы или ребенка, к которому тоже обращена какая-то наша коммуникация, например, поделиться игрушкой или сказать извините, то тогда я Александре сначала говорю это по-русски, а потом я это дублирую по-английски. Конечно, желательно, чтобы ваша речь иностранная для вашего ребенка была направлена к другому человеку, чтобы она не была направлена к вашему ребенку, дабы не вести его в заблуждение. Вот, то же самое происходит у нас дома. Папа понимает русский, но, конечно, не в той мере, которой нам бы хотелось. Поэтому, если он что-то не понимает, то я просто идет дубляж, говорю, а, папа, кстати, я хотела тебе сказать, что Александра то-то, то-то, то-то. То есть идет обращение как бы не к ребенку, а к нему на дубляж о том, что я только что сказала Александре. Вот. Что касается семьи, тоже, когда они приезжают, наша семья испаноговорящая, то, конечно же, очень часто проще было бы, что тем более я разговариваю на испанском, чтобы я просто переключилась полностью на этот язык и уже как бы разговаривала. Но нет, я принципиально держу свой язык, мне не хочется вводить Александру в заблуждение, поэтому, если это что-то важное, я обязательно переведу, продублирую, не то, что переведу, я продублирую это на испанском. Английский у нас самый слабый язык на сегодняшний день, но, как я уже говорила, нет повода волноваться, она обязательно его подхватит чуть позже. Тему билингвизма и трилингвизма я достаточно часто поднимаю в Инстаграме, поэтому, если вы еще не с нами, то обязательно присоединяйтесь. Там у меня есть возможность больше показать каких-то ежедневных урывок, что уже Александра на сегодняшний день на каких языках может, поэтому обязательно присоединяйтесь на Инстаграм, кто еще не с нами. Огромное спасибо за просмотр этого видео, надеюсь, что я была для вас полезной. И да, увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!